так мы приехали на гору пасанвори в паса городище древних карел так что мы собираться будем на гору пасанвори вот такие здесь ступенечки замечательные причем толщина и ширина доски просто поражает то есть это очень хороший лес туда пустили на эти доски даже вот это же вообще какие какая лестница и то есть до подъема до самой вершины вот везде вот такие вот замечательные лесенки то есть опять я так люблю я люблю гулять по лесу где прекрасный лес и вот замечательные лесенки для людей которые ну вот понимаете да то есть где-то вот проблема со здоровьем их по таким камням то забираться не сможешь а вот по таким замечательным лесенкам ты можешь подняться и кстати вот смотрите бревнышки если уж тебе совсем не мощно можешь сесть посидеть но хотя так думаю что они просто границу лестницы обозначают но все равно не можно сесть из тебя очень устал ты и оказывается там под этими пеньками лампочки и вечером здесь подсвечивается тропа мне это очень нравится так а здесь у нас древние карельские городище очень кстати вот смотрите какая красивая штучка в общем то такие то что вот они находили изделия изделия очень симпатичные и так я иду по тропе как мне нравится что понимаете подъем он такой постепенный то есть как я уже сказала для людей с ограниченными тут физическими возможностями вот обратила внимание детки инвалиды здесь и то есть кстати льготы есть какая замечательная кормушка посмотрите какая труба боже чудо какое и ступенечки ну слушайте какая красота на тропе есть также посмотрите и для сбора мусора такие ящички тоже они очень смотрите мило смотрятся и пакеты за собачкой убрать ну ребят ну как не сказать что здесь замечательно какие скалы здесь можно сидеть и любоваться и ты потихонечку поднимаешься небольшими такими вот лесенками ты потихоньку потихонечку поднимаешься наверх к самой вершине ну а здесь вот по ходу этой тропы расположены такие вот стенды здесь написано археологическое изучение городища паса как здесь все находили и что не тут раскопали так что если человек хочет в общем еще и узнать куда он идет здесь может он посмотреть но даются еще аудиогиды у меня такой я вредная девушка я не люблю то что мне навяливали свою точку зрения я люблю смотреть все сама делать сама выводы и свои собственные наблюдения и уже после того как я их получила вот тогда мои наблюдения я могу соединить или сравнить те 100 информации с теми наблюдениями которые дают другие люди потому что человек так устроен он может и не то что может вообще поддается внушению и если хочешь этого избежать то постарайся самостоятельно так а здесь следующие раскопы то есть их было видимо не один и вот что они тут находили и ключ игольник и подвеску в общем тут у них достаточно интересно сейчас я буду подниматься по лесенке как же мне здесь нравится вот я дошла до лесенки и посмотрите ступеньки широкие удобные не крутые с такими площадочками ну конечно если вы молодой горячий хотите пробираться вон там никто не против пожалуйста мне повезло оказались несколько брюшек включены и можно увидеть как это замечательно ночью или поздно вечером когда ты идешь вот так здорово светятся бревнышки вдоль дороги вот я поднимаюсь по лесенке ой как здорово мне очень нравится спасибо тем кто их включил вот по дороге смотрите какая даль идет тропа люди конечно здесь есть один здесь вряд ли побудешь ну может быть хотя сегодня понедельник вот какие валуны замечательные валяются вдоль дороги и вот такой лес собрался вот сюда муж больно мне понравился вот эта скала она такая интересная как в полосочку как будто ее кто-то кубики складывал и вот посмотри такие как будто кто-то кубиками вот так вот или то может быть и шкряба или так ну вообще зря кто бы ты ее ну видишь полоски вот что вообще интересно да как будто кто-то как будто какой-то велика складывал кубики ну я не знаю что там вот эти кубики падают и рассыпаются здесь вот валяются да там наверно подсветка горы включена да ну да да посмотрите как интересно они впитывают вписывают в ландшафт палочками защищают светильники вот настолько это продумано мне очень нравится сохранение вот этого антуража сказочного такого леса тут еще бабку ёшку не совсем все будет хорошо а здесь такой стенд показывает нам с вами древнекарельские костюмы женская одежда как красиво было говорила на такой вот знаете лес что только не хватает избушки на курьих ножках и пожалуйста избушку ну конечно она наверно не на курьих ножках просто на брёнышках насколько это замечательно что тебе подумать как вселенная тебе дает то что ты хочешь а может быть ты просто считываешь что вот так прогулка по этому лесу познакомит вас с жизнью средневековых карел тут смотрите на всех этих стендах и одежда и ремесла и вообще вся информация которую вы в общем то получите совершенно бесплатно и сможете расширить свои горизонты и знания о этом народе карелы знаете что мне больше всего нравится мне нравится то что это дерево не спилили ступеньку отпилили а дерево оставили и вообще если честно сказать вот эти карелии это заметила и вот смотрите и здесь тоже самое такое бережное отношение к природе ну вот я добралась до самой вершины вот такой отсюда открывается вид ну как сказать уже к верху было тяжелее но это было такое же ощущение как если бы я поднималась знаете в доме без лифта на этаж 3 но зато здесь есть где посидеть через ступеньку так что посмотрите какой какой вид просто море лес 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 но обратите внимание что он весь зеленый то то есть в основном хвойный лес а вот там внизу реках а вот там а а и и и и и и ну вот и все мы спускаемся вниз по таким же замечательным дорожкам на вершине горы жарко было очень там были скамеечки там были такие замечательные виды там действительно даже стол есть можно посидеть отдохнуть вот теперь мы опять вышли прохладу спустились леса идем по дорожке с другой стороны горы и спускаемся вниз идем то есть путешествие само небольшое но очень привлекательные видами настроением созданием такого вот внутреннего внутренней гармонии сказки тут можно играть как хочешь а там уже просвечивают домики где мы заходили то есть принципе это вот тропа такая обратно спускаться она быстрее чем подниматься